Всех приветствую на канале Friendly Ants. Сегодня я вам расскажу об очень мелких и интересных муравьях, которые обитают в маленьких деревяшках. В этом видео мы сможем найти этих муравьев, а также устроить лед в домашних условиях. Итак, все началось с того, что мой друг мне принес пакетики. В них находились деревяшки, предположительно в которых находились муравьи Виталептоторокс мускорум. Сейчас мы вычислим по IP эту семью лептоторокс мускорум. В маленькой деревяшке есть отверстие, через которое пробираются сами муравьи. Это отверстие является входом в гнездо лептотороксов. Если вы его нашли, то с вероятностью 85% вы найдете и семью лептотороксов. А как же, собственно говоря, достать лептотороксов из самой деревяшки? Делается это все очень просто. Если вы хотите добывать лептотороксов, а у вас не пострижены ногти, то это просто идеально, ибо потому что пальцами вы сможете вскрывать деревяшки и доставать оттуда лепт. Орудуя своими ногтями, я вскрываю деревяшку и нахожу наконец-то семью лептотороксов. Беру дальше кисточку, у меня она довольно-таки жесткая, рекомендую вам использовать помягче. И начинаю потихоньку вытряхивать семейку. Рекомендую что-нибудь поселить на стол, ибо потому что вы его можете просто загадить. Все муравьи падают на стол, и поэтому я спокойненько беру вату и двумя пальцами подхватываю ватой муравьев. Это довольно-таки несложно. Вата смягчает мои давления, и поэтому я смогу спокойно положить муравья в пробирку при помощи ваты. Вы только посмотрите на ходы в этих деревяшках. Выглядит очень красиво и природно. За этим очень интересно наблюдать, ибо потому что ты видишь семью в самой деревяшке, и как там все обустроено. Вот в такой ничем не примечательной деревяшке можно заметить целую семейку. Посмотрите туда, в то отверстие, и там можно увидеть целую семью. Ну вот мы и изъяли муравьев, и получили весьма классные семьи лептотораксов. Что я хочу сказать о внешнем виде этих муравьев. Невероятно красивые. Брюшко в двух тонах, от светлого к темному. А тело буро-желтое. Голова сама по себе такого темно-серого цвета. И такие контрасты между цветами выглядят просто потрясающе. Только из-за них уже стоит приобрести себе этот вид. Или попробовать найти. У этих муравьев очень много интересностей. Сами они селятся в древесине, в том числе под корой. Под камнями, лиственной подстилкой, в небольших полостях земли. И кстати, отмечается полидомия. Не поняли? Ща поясню. Короче, если почитать побольше научной литературы, то можно узнать, что лептотораксы практикуют полидомию. То есть одна семья может находиться даже вообще на значительных расстояниях друг от друга, в различных деревяшках. И даже больше скажу. Если вы вдруг нашли в одной деревяшке, допустим, три изолированные камеры, в которых находились разные семейки, то скорее всего это одна семья. Ну а дальше уже идет следующий этап. Дробление. Это уже, так сказать, следствие полидомии. То есть, когда каждая из венев в семье начинает активно расти и достигает, так сказать, своего пика, то она становится самостоятельной. Получается, из одной семьи сразу несколько семей. Это реально очень интересный процесс. Муравьи сами по себе очень мелкие, поэтому формикарий им подойдет даже размером с двухрублевую монету, как здесь показано на видео. Этот формикарий сделал Дэниил с канала World Wide Ants. Он размером всего лишь двухрублевую монету. Видео на самом деле на этом канале очень интересное, поэтому ссылочка на канал будет в описании. Муравьи очень мелкие, а еще очень тонкие по толщине. А то есть, в очень неглубоких ходах они могут расположиться на полную. Муравьи очень сильно кучкуются, и это им позволяет жить в этом формикарии очень долго и размечать в одной небольшой деревяшке большие семьи. Лептотораксы самые заядлые любители сиропа. Но все же они могут в нем утонуть, поэтому капельки нужно рассчитывать. Для крупных семей беспринципиально, какие будут капли сиропа. Для маленьких же семей нужны и небольшие. А если вы поднимаете их с нуля, то тут вообще нужны самые мелкие капельки. Ну а теперь от пищи мы перейдем и наконец-то к самому интересному, а это лету. Лету в домашних условиях. Ну вот и вывелись первые самки и самцы в семьях лептотораксов. Причем самое интересное, что выводят самок и самцов они только где-то в мае или июне. А во все остальное время они выводят именно рабочих особей. Нам это не суть важно. Я свел самку и самца из двух разных семей. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Немного эротических моментов в наше видео. Наш такой из себя самец решил подкатить к самочке. Сначала особо ничего не происходило, а потом как он начал подлезать на самку. И все-таки оплодотворение произошло. Самец очень классно катался на самке. Я думал, что он сразу же умрет после оплодотворения, но нет. Он жил еще около недели, а потом уже только умер. Но почему же так происходит? Самец в этот момент вроде должен погибать. Но дело не в этом. Все же в брюшке самца остается часть питательных веществ. И он даже может жить около двух недель. И в природе самцы погибают обычно даже не своей смертью, а их просто подбирают работяги из других семей, которые не прочь полакомиться таким хорошим белком. Что ж, я надеюсь вам понравилось это видео, и я официально объявляю о своем возвращении. Скоро будет много новых роликов. За все время, что я отсутствовал, накопилось очень много видеоматериала. На самом деле я был бы не против монтажа на телефоне, но, к сожалению, камера мне этого не позволяет. Ко многим вещам приходится привыкать. К примеру, новая камера, монтаж уже не на телефоне, а на компьютере. Пришла пора прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик. С вами был канал Friendly Ants. Всем пока-пока.